С нами серебряный призер личного чемпионата России Игорь Кононов. Ну, Игорь, поздравляем, во-первых, триумфально вернулся, ворвался на подиум. Как ощущения, как лед, как гонка? Прекрасный лед в городе Шадринске. Я не знаю, он как будто здесь, какой-то он здесь очень быстрый, прям вот мне очень понравился. Он на самом деле очень держит, прям можно реализовать свой мотоцикл прям на полную катушку. Но были, конечно, недочеты, немножечко там промахивался, это чисто моя вина. То есть от организаторов 5 с плюсом болельщики очень, очень, я бы даже сказал, не то чтобы активные, они агрессивные даже местами. То есть это можно даже это как-то их это немножко слегка отделиться, попросить их поспокойнее быть. Вот, а так вообще очень на Шадринске именно очень нравится, приятно сюда приезжать. Конечно, немножко далековато мне почти, там 700, но неважно, то есть именно здесь всегда теплые приемы и уверенность в проведении соревнований, то есть 100% будет на высшем уровне. Понятно. Ну, сам результатом доволен или мог бы получше проехать? Не, лучше не мог не проехать никак, потому что, то есть у Дмитрия был огромный отрыв с самого начала. То есть у меня еще немного были проблемы там на первых этапах в Тольятти, немножко были с стилем, не мог определиться со стилем вождения своего, куда мне что, куда запрыгивать на синюю линию или на тюки наезжать. То есть и не мог я там определиться, но здесь уже как бы все встало на свои места, я был увереннее, чувствовал себя. Я определился, вспомнил свою наружную часть трека и спокойно гонял по ней, то есть не испытывая никаких дискомфортов. Понятно, но молодые гонщики сегодня давали жару. На уровне, так скажем, мировых звезд, как оценишь конкуренты твоих? Да, в заключительном заезде, да, вот сегодня Константин Каленкин проявил необычайную прыткость и скрытность. Самое главное, я отработал старт и ехал спокойно, никого не слышал, думаю, у меня уже все было решено, мне вообще не нужно было, то есть можно было не выезжать даже этот заезд. Катаюсь потихонечку, все, вдруг откуда ни возьмись, появился Костя и давай мне кошмарить, то есть то к тюкам, то туда. Я на синечку прыг, но уже был момент утерян и я как бы растерялся и на финише у нас буквально сантиметры, то есть нас решили, но он оказался впереди. Но на самом деле даже лучше, надо было перезаезд потом ехать еще за этап ненужный, то есть поэтому как получилось, так получилось. Отлично, ну все, спасибо, удачи на мире. Спасибо.